Привет всем, меня зовут Карецкий Сергей и это The Fakty. Об этих водоемах, раскиданных по всему земному шару, ходят самые разные легенды. Одни якобы не имеют дна и поговаривают связаны с мировым океаном. На берегах других нет ни флоры, ни фауны, а пятиминутное любование их яркими водами может закончиться летальным исходом. Самое кислотное озеро планеты Удивительное по своей красоте озеро Каваш и Джен, привлекающее ежегодно сотни туристов, расположилось на острове Ява. Весьма большое по площади, около километра в диаметре, это озеро располагается в кратере одноименного вулкана. Бирюзовый цвет вод в сочетании с кирпично-красными берегами вряд ли оставит кого-то равнодушным. Но и в живых без мер предосторожности остаться будет непросто. Дело в том, что водоем является ничем иным, как вулканическим озером, наполненным серной кислотой. Из-за этого около озера находиться без респиратора попросту небезопасно. Клубы серного дыма не только не позволяют дышать полной грудью, но и могут привести к отравлению. Удивительно, но местным жителям удается совладать со стихией. Обмотавшись платками и шерфами, они умудряются собирать серу на берегах. К слову, средняя зарплата за такую работу всего около 100 долларов в месяц. Несмотря на опасный состав, воду в озере можно даже потрогать. Правда, при длительном контакте сильнейший ожог неизбежен. Именно благодаря серной кислоте в составе, ночью это озеро будто подсвечивается изнутри. А днем, в зависимости от активности вулкана, вода меняет свой цвет. От бирюзовых оттенков голубого до серого или зеленого. И прозрачность. Озеро может становиться то прозрачным, то мутным. Озеро застывших фламинго Страшное зрелище в виде мертвых птиц, застывших в своих привычных позах, предстанет перед посетителями озера Натрон на севере Танзании. Расположенный на высоте 600 метров над уровнем моря, этот водоем больше походит на пересохшую лужу. Его глубина в разных местах не превышает 3 метров, а большое скопление соли в его водах покрывает его ярко-красной корочкой. В зависимости от сезона, воды этого озера могут приобретать разные оттенки, от желто-оранжевых до ярко-красных. Столь необычный окрас вод обусловлен высокой концентрацией солелюбивых микроорганизмов и цианобактерий в воде. Они начинают активно размножаться в этом водоеме с наступлением засушливого сезона. Именно это привлекает в эти края малых фламинго, которые выбрали данное озеро единственным местом зимовки в Восточной Африке. Однако слава пришла к озеру не за счет его красочных пейзажей, а благодаря жутким фигурам мертвых птиц и животных, которые навсегда застыли в своих естественных позах. Из-за высокой концентрации соды и соли они оказались засолены заживо. Столь жуткое зрелище на своих снимках запечатлел известный фотограф Ник Брандт. Взрывоопасные озера Представить себе, что наполненное водой озеро может взорваться, пожалуй, невозможно. Однако это так. На планете существует несколько по-настоящему взрывоопасных озер, которые в любой момент могут сыграть злую шутку с туристами или местными жителями. Все они расположены на африканском континенте. Озера Ньос и Манун в Камеруне, а озеро Киеву в Конго. На дне озер очень велики запасы диоксида углерода, поэтому детонатором для мощного взрыва может послужить даже небольшое землетрясение. Одно из них произошло в 1986 году вблизи озера Ньос. Накопившийся под водой углекислый газ вырвался наружу и окутал окрестности в радиусе 27 километров, что привело в том числе и к большим человеческим жертвам. В результате этой трагедии правительство Камеруна даже пришлось установить специальную систему дегазации озера, чтобы впредь избежать людских смертей. Куда более опасным на этом фоне выглядит озеро Киеву. В отличие от камерунского собрата, под его водами скрыты настоящие залежи метана. По разным данным, они превышают 50 миллиардов кубических метров. Взрыв такого количества газа мог бы стать настоящей пороховой бочкой. Не только для африканского континента, но и для всей планеты. Радиоактивный могильник Еще одно опасное озеро, Карачай, расположено уже на территории современной России, в Челябинской области. Оно заслужило славу самого грязного озера на планете из-за того, что с 50-х годов прошлого века туда сливали радиоактивные отходы. Только минута нахождения на берегах этого, с позволения сказать, водоема, без костюма радиационной защиты может обернуться лучевой болезнью. Но от часа пребывания на берегу хватит, чтобы скоропостижно скончаться. Эксперты утверждают, что последствия распада радиоактивных веществ будут ощущаться еще долгие годы. Особо смелые любители рыбалки из окрестных деревень утверждали, что прибирались к соседним водоемам через колючую проволоку в поисках улова. Якобы клев в соседних озерах отменный. Вот только из воды им удавалось вытащить такое, что напрочь способно отбить тягу к рыбалке. Караси без глаз и с аномалиями в развитии, или рыба с искореженным ртом. Вот лишь малая толика того, чем обернулся для природы радиоактивный могильник. Озеро Бездна Озеро Бездонное в Солнечногорском районе Московской области находится у Таракановского шоссе, рядом с деревней Сергеевка. Это уникальное озеро практически круглой формы, размером 25 на 35 метров. По легенде, которую исповедуют местные жители, это озеро подземными каналами связано с Мировым океаном. А легенда эта возникла из-за того, что измерить его точную глубину так и не смогли. На каких-то военных картах глубина Бездонного озера была приблизительно указана в районе 100-150 метров. Александр Блок в своих записях в дневниках также упоминает Бездонное озеро. Там он пересказывает слова одного местного жителя, рассказавшего ему легенду озера о связи его с океаном. Якобы из озера вылавливали обломки морских судов, попавшие каким-то чудесным образом из океана. Однако измерить глубину озера Бездонное и в самом деле до сих пор не смогли. Иногда измерительный лот уходил на глубину 70 метров, а другой раз погружался и на 100. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу увиденного и услышанного. Будет интересно почитать. Берегите себя и своих близких. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok